Здравствуйте, меня зовут Филипп Романов. Мне 24 года. Я астроном-любитель, превраткователь 80 переменных звезд, 10 кандидатов в планетарной туманности, 4 возможных двойных звезд и 3 астрономических транзиентов. Я являюсь автором трех научных статей, опубликованных в научных журналах по астрономии. И в одной научной статье я соавтор. Я был докладчиком с моими собственными презентациями на нескольких онлайн-международных конференциях по астрономии. В феврале 2022 года мне впервые удалось открыть сверхновую звезду. Она находится в галактике NGC 5902 в созвездии Валапас. Подробнее об этом. 9 февраля 2022 года я открыл кандидат в сверхновые звезды, изучая фотографии, полученные в рамках обзора звездного неба Catalina Real-Time Transient Survey в рамках проекта Great Supernova Hunt. Изучив более сотни изображений подряд, я зафиксировал небесные координаты этого астрономического объекта и проверил, что он еще не был известен в астрономических каталогах и базах данных. И я первым сообщил об этом открытии администратору указанного проекта. В эту же дату этот кандидат был добавлен в Transient Name Server Международного астрономического союза. 15 февраля 2022 года на одном из удаленных телескопов сервиса i-TelescopeNet по моему заказу были выполнены фотографии указанной галактики. И после их сложения я увидел на полученном изображении, что этот астрономический транзиент на них зафиксировался, что подтвердило реальность его существования. К тому же, через несколько часов после этой съемки, объект был автоматически обнаружен в рамках обзора звездного неба ZWIKI Transient Facility ZTF. Судя по кривой блеска по данным этого обзора неба ZTF, максимальной яркости звезда достигла примерно 20-21 февраля 2022 года. Тогда ее блеск был около 19-й звездной величины. 20 февраля я снова запросил и получил фотографии этой галактики на одном из удаленных телескопов сервиса i-TelescopeNet. На этом изображении показан результат сложения 9 фотографий с выдержками по 300 секунд. После этого я продолжал фотографировать вышеуказанный объект при помощи удаленных телескопов. Для последующих моих фотометрических измерений его блеска. Одновременно отправляя по электронной почте письма различным астрономам и научным группам с просьбой получить спектр этой звезды. Для возможного подтверждения ее в качестве сверхновой. Оказалось, что это достаточно затруднительно по различным причинам. Была засветка от Луны. Этот кандидат сверхновый был слишком тусклым для некоторых телескопов. На иных телескопах погодные условия не позволяли провести наблюдения. А для съемки на других телескопах не оказалось свободного времени. Из-за чего, например, мне было отказано в получении спектра на телескопе БТА. В результате спектр этого транзиента был получен астрономом из Калифорнийского технологического института на полутораметровом телескопе Паламарской обсерватории. И 28 февраля 2022 года звезда была подтверждена как сверхновая. Получила окончательное обозначение SN2022BSI и была классифицирована как 1991BG подобное. То есть представитель достаточно редкого, тусклого подтипа сверхновых типа 1А. Добавлю, я рад, что данным открытием сверхновой я смог снова внести свой вклад в науку. Как и другими моими открытиями астрономических объектов ранее. И надеюсь, что это не последнее мое астрономическое открытие в моей длительной, тяжелейшей жизненной ситуации, в которой я нахожусь уже больше пяти лет. Вынужденно скитаясь уже шестой год из-за невозможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье, в моей комнате в коммунальной квартире в Москве, столице России. Уточню, что сейчас я временно нахожусь на своей малой родине. В поселке Южноморской, Находкинского городского округа, Приморского края. В жилье моих родственников. Но мне очень нужна помощь в продаже моей комнаты. С наличием препятствий у ее продажи. Чтобы взамен купить себе иное жилье, безопасное и беспрепятственное для проживания. Где я мог бы подготовиться к вступительным испытаниям для обучения астрономии в университете. Я хочу продолжать носить свой вклад в науку, но у меня с 2017 года нет нормальных условий для этого. Хотя я мог бы открыть уже намного больше астрономических объектов и написать больше научных статей об этом. И в том числе об исследовании их.